И они начали искать подходящую физическую оболочку, которая могла бы стать проводником для мирового учителя. Люди собрались вокруг него, чтобы послушать его мудрость и смысл. Халил Джабран сказал о Кришнамурте следующее. Когда я вошёл в комнату, следующие пять суббот, что я провёл, слушая его, всего по полтора часа, оказала на меня огромное влияние садгуру о Джидду Кришнамурте и его жизни. Джидду Кришнамурте родился в селе под названием Манадапали. Я посещал его дом, в котором он родился и жил. Это старенький дом, очень маленький и красивый. Сегодня он сохранён как монумент для Кришнамурти. В одно время в истории, а точнее в конце 19-го и начале 20-го века, теософия стала популярна во всём мире. Данное движение начала мадам Блаватская. Она впитала огромный интерес к мистицизму, оккультизму. И весь конец 19-го и начало 20-го столетия она провела за наблюдением британских и европейских искателей мистики, которые совершали исследовательские путешествия по Индии и писали много книг. Болл Бронтон и другие искатели. Хотя Блаватская совершила такое путешествие даже раньше них. Все они были исследователями мистики. В те дни люди не шли в какое-то конкретное место, чтобы учиться. Они просто путешествовали. Это было своего рода приключение. Надо было сесть на лошадь, ехать в странную страну, искать себе гуру. В общем, самое настоящее приключение. И все эти искатели прошли через всё это. Мадам Блаватская побывала в разных местах. Она ездила в Тибет, в Индию. И затем приехала в Тамилнат, где основала Теософское общество, которое всё ещё там существует. После чего их мечтой стал проект создания идеального существа. Они распространили эту информацию. Я не знаю, насколько хорошо им это удалось, но в знании йогов упоминается о существовании йога по имени Сунира. Сунира считал, что человеческое сознание может развиваться, если удастся создать идеальное человеческое существо, которое смогло бы передавать познание людям. В некотором отношении такое понятие берёт основы из традиции Шивы. Там тоже существует мечта создания подобного существа. Сунира хотел снова создать живого Шиву, идеального учителя для мира, который был бы разносторонним, который мог бы предоставлять учения не только в одной сфере. Шива осуществил изучение сознания человека и человеческого тела всеми известными способами. И именно создание такого живого существа стало приоритетом для Суниры. Он начал создавать энергетическое тело для данной цели. И также он верил, что поверх энергетического тела он может создать физическое тело, после чего это существо могло бы затеряться в мире. Продолжительность жизни данного существа составляла бы несколько столетий или даже тысячелетий, чтобы оно к концу своей жизни успело бы изменить мир. Итак, он начал работу над данным проектом и умер, так и не завершив проект. Много амбициозных йогов решили продолжить проект, оставленный Сунирой, и пытались воссоздать энергетическое тело идеального учителя, который смог бы изменить сознание людей. Таким образом, мадам Блавацкая, Лед Биттер и Ани Безант собрались вместе, чтобы распространить теософское движение по всему миру, что в большей степени им успешно удалось, и им удалось собрать самую феноменальную оккультную библиотеку на нашей планете, которая до сих пор существует в теософском обществе Индии. Они собрали разнообразные книги по оккультизму и создали учебные группы. И даже сейчас группы Кришнамурти называют учебными группами. Учебные группы и учебные кружки, так как эти учебные группы были основаны «Лед Биттер» и Ани Безант. Они обладали гениальным интеллектом. Это вне всякого сомнения. Но у них не было внутреннего опыта, хоть они и собрали феноменальное количество информации. Они верили, что с помощью этой информации своего интеллекта и ума им удастся воссоздать такое существо. Поэтому они начали искать подходящие физические оболочки, которые могли бы стать проводником для мирового учителя. Джиду Кришнамурти, Рукмани Рундел, кто ещё? Был ещё один, но не суть. Они проводили очень суровые тренировки с этими молодыми людьми, чтобы подготовить их физически и ментально. Но у учителей не было внутреннего опыта. Они просто читали книги и пытались навязать книжные теории этим мальчикам. Также они заставляли Кришнамурти проходить через разные процессы медитации, благодаря чему он достиг определённого уровня. Он стал фантастическим человеком. Его никто не мог расшифровать. Но он был как цветок. Его аромат нельзя было не уловить. Когда Кришнамурти было примерно от 20 до 27 лет, может, даже 27-28, Диасовское общество решило объявить миру, что он и есть мировой учитель. Идеальный учитель пришёл к нам. Люди с большим интересом к данной области собрались. Кришнамурти вышел на подиум и сказал, «Я не мировой учитель». Одной этой фразой «Всё теософское общество со своим проектом всё вылетело в трубу». Он обладал смелостью, умом и мудростью, чтобы сказать, «Я не мировой учитель». Большинство идиотов сказал бы, «Да, я мировой учитель, я реинкарнация Будды, Иисуса» и так далее. Большинство идиотов так бы и поступило. Но он обладал мудростью, умом и дальновидностью, чтобы «Я не являюсь тем, кем они пытаются меня выставить». Кришнамурти оставил теософию и начал публично выступать. Он был прекрасным оратором. Люди собирались вокруг него, чтобы послушать его мудрость и смысл. Итак, он говорил, а люди сидели в восторге. Он говорил завораживающе. Знаете, когда мне было 17-18, в то время кружки изучения, основанные Кришнамурти, были очень модными. Для всех людей, что считали себя интеллектуальными, считалось необходимым читать работы Джиду Кришнамурти, слушать его аудиозаписи, а иначе ты был бы недостаточно интеллектуальным. В индийской интеллигенции считается, что если вы не читали Кришнамурти, Киргара и Достоевского, то у вас нет мозгов. Всё рассматривалось именно так. Таким образом, существовала своего рода мода, которая подразумевала, что все должны это читать, независимо от того, понимают ли они смысл или нет. Вы читали Достоевского, читали Киргара, читаете Кришнамурти, и это означает, что хоть какая-то доля мозга у вас всё же работает. Итак, люди говорили, Кришнамурти просвещает их каждую субботу, в полдень, и для них были открыты учебные кружки, во время собрания которых проигрывали аудиозаписи Кришнамурти, читали написанные им книги и так далее. Кто-то из моих друзей пригласил меня на такое собрание, и я пошёл туда. В тот день проигрывались короткие видео. Человек сидел вот так, и это был первый раз, когда я увидел его и слушал его речь. В то время он был ещё жив. Его чистота окутывала его всего. Такого человека, излучающего чистоту, просто нельзя не заметить. Я не читал много его работ, только прослушал некоторые аудио и посмотрел несколько видео. Мне понравилось, но в то время я был ещё диковатым, и мне не хотелось слушать кого-либо. У меня не было на это времени. Жизнь взывала ко мне всё время. Поэтому у меня не было времени слушать родителей или учителей, или какого-то там Джуду Кришнамурти, кого угодно. Итак, у меня не было на это времени. Я покинул учебный кружок и просто двигался дальше. Я хорошо помню, что посещал эти собрания около пяти выходных. На протяжении пяти выходных каждую субботу я ходил туда примерно на полтора часа. Сначала они показывали нам видео или проигрывали аудио, а потом переходили к дискуссиям, которые приводили к большой путанице. Так как никто из слушателей не понимал, о чём же он говорит. А всё потому, что он отказывался использовать в изложении какой-либо метод, не приводил примеров, не проводил никаких параллелей, не рассказывал истории, не шутил. Он просто проводил интеллектуальный анализ. Это называется гнано-марга. То, что он делает — чистая нано-марга. Гнано означает «путь интеллекта». Из 7 миллиардов людей, если вы попробуете найти 10 тысяч людей, которые будут обладать острым как бритвы интеллектом, которые могут продолжать разбирать что-либо, не опираясь на какой-то контекст, то я думаю, что вам не удастся найти 10 тысяч таких людей, но минимум тысячу. И эта тысяча людей может быть совсем не заинтересована в духовных процессах. Они могут пытаться разобрать на части, скажем, фондовый рынок или могут направить свой интеллект на достижение совсем иных целей. Все люди, что находились вокруг Джидду, могли чувствовать, что он особенный. Но никто не мог понять, о чём же он говорит, так как он отказывался брать на себя обязанности гуру. Он отказывался посвящать кого-либо, во что-либо, отказывался использовать какой-либо метод или процесс. Он говорил, что рано или поздно вы поймёте, это правда, рано или поздно мы поймём. Но возможно, это случится только спустя миллион жизней. А потому, если вы спешите, вам необходимо либо обладать подобным интеллектом, который встречается крайне редко, либо вам придётся использовать другие способности, которыми вы наделены. Тело, энергия, эмоции и так далее. Он мог водить машину лишь на одном колесе. Он был очень хорош в этом, но никто другой не мог так сделать. Фантастический человек. Пока он был жив, присутствовал тонкий аромат. Когда же он умер, остались лишь книги, так как не осталось жизненного процесса. Халил Джибран сказал о Кришнамурте следующее. Когда я вошёл в комнату, Кришнамурти уже в ней сидел, а Халил Джибран пришёл к нему навстречу. Когда я вошёл в комнату и столкнулся со стеной любви, я почувствовал, как она ударила мне в лицо. Дело в том, что люди никогда не ассоциируют Кришнамурти с любовью. Он не любящий мужчина. Таковым он не выглядит. Он всегда вот такой. Он определённо не выглядит любящим, но в то же время он очень любящий. Его энергии полны сочувствия, но его слова режут как нож. А потому люди чувствуют что-то, но не могут понять, что же они чувствуют. Не могут вцепиться в эмоцию, так как он просто не даёт это сделать. Он говорит, если вам удастся осознать эту эмоцию, то вы вцепитесь в неё и зависнете. Так вот, никогда не пытайтесь этого добиться. Если бы в мире существовало миллион людей, обладающих острым как бритво интеллектом, то это предоставило бы невероятный способ решения проблем. Но в сегодняшнем мире, точнее, в способе существования, которым сейчас пользуется современный человек, а именно, когда у всех в мозгу миллион разных дел, то такой метод никого никуда не приведёт. Это прекрасный процесс, но должны существовать люди, которые смогут его изменить, так? Итак, Кришнамуртия был как цветок. Его аромат был ощутим, пока он был жив. Только и всего. Его слова хороши. Если вы хотите использовать их в качестве интеллектуального упражнения, опустите пару-тройку вещей. Для такой цели они полезны, гениальны. Его интеллектуальное превосходство можно увидеть в каждом моменте его жизни. он основал несколько прекрасных школ, которые работают до сих пор. Я должен вам рассказать, какую ассоциацию он вызывает у меня. Когда я начал посещать эти занятия, по выходным, пять суббот подряд в полдень по полтора часа я был подвержен его влиянию. и в один день он рассказал про образование и его слова по-настоящему захватили меня. Можно даже сказать, что его идеи вывернули меня наизнанку, так как я никогда не думал об альтернативных способах обучения людей. В голове я обычно прибирал варианты разрушения системы образования. И когда он заговорил об образовании, до меня неожиданно дошло, что существует другой способ осуществления образования. Такая мысль пришла мне в голову. Мне было лет 17 или 18. Я жил дикой жизнью и мечтал сбежать куда-нибудь. И тут я подумал, что если придёт время, что я буду контролировать жизнь ребёнка, то я бы с удовольствием отдал бы ребёнка на обучение Джуду Кришнамурти. Так и случилось. Когда моей дочке пришло время идти в школу, когда она прошла в одной из лучших школ в Уте, и тут меня осенило, почему бы не отправить её учиться в школу Кришнамурти. И она пошла в его школу и проучилась там 8 лет. Так что вы можете увидеть, какое огромное влияние на меня оказали 5 занятий по субботам всего по полтора часа. Я отдал свою дочь под его опеку, так или иначе. Этот перевод вышел благодаря поддержке моих подписчиков на Патреоне. Спасибо вам огромное за то, что вы позволяете этому случиться. И как обычно в связи с такой крупной и интересной личностью я выкладываю подборку из 10 лучших книг Джиду Кришнамурти. Скачать и ознакомиться с этими книгами может любой желающий, пройдя по ссылке в описании. Кроме того, если вы не знаете, кто такой Джиду Кришнамурти, либо знаете о нём недостаточно, я советую посмотреть вам ролик, который есть на этом канале. Это большой полуторачасовой ролик о Джиду Кришнамурти. Я напоминаю, что вы всегда можете выразить свою благодарность, оформив подписку на Патреоне. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok